Аминь. Спасибо. Я не знаю, чувствуете вы или не чувствуете, что в церкви происходят изменения. Я чувствую, и мне это очень нравится. Дело в том, что когда-то год назад, полтора года назад, я заметил, что в церковь пришла стадию стагнации. Я заметил, что то видение, которое есть у нас, отношения, любовь, принятие, оно уходит на задний план, и в церкви появляются группировки различные, конфликтующие стороны, что церковь начинает погружаться в рутину, которая крутится вокруг здания. Я понимаю, что если ничего не делать, то это закончится очень плачевно, потому что я видел опыт других церквей, и меня это сильно очень беспокоило. Но так получилось, что я заболел, и поэтому как-то маленько выбило меня. Но мои молитвы были, я же много молился в это время, мои молитвы были такие, что «Бог, убери от нас то, что сегодня мешает нам развиваться в том видении, которое ты нам дал. Убери все человеческое, оставь вот то, что должно быть». И случились разные ситуации, несколько семей, людей, многие ушли из церкви. Я, кстати, так и молился, кто иного духа, пускай их не будет, пускай ты выведи их куда-нибудь, чтобы их не было. И вот, например, прославление взять. Вот я всегда мечтал, все 10 лет, такого прославления у нас не было. Я вам чётко, точно говорю. Такое, которое сегодня. Вы знаете, мы смотрим на то, что есть, на то, что мы видим, на то, что мы слышим, а Бог-то смотрит не сюда, Бог смотрит вот сюда. И как бы мы здесь ни пели, даже если мы Киркорова пригласим, леди его прославления, это всё равно не будет так круто, как круто будет на небесах. Ты Богу никакую крутость свою не покажешь, но ты Богу покажешь своё крутое сердце, смирённое. Отношения покажешь. И вот сегодня у нас было собрание, вот за прошлой неделю с прославлением, и я такой вдохновлённый, я увидел, что то, что я хотел, то я вижу. Я вижу искренние жаждущие сердца, я вижу трепет перед служением, я вижу, люди как бы действительно ищут Бога, я вижу новых людей, и это тоже вдохновляет. И я вижу, что их отношения, они правда такие вот настоящие, посвящённые. Когда у нас тут было крутое прославление, помните, Андрей Лимонов был там. Было круто, конечно, были эффекты там, вот эти всякие, там, разные примочки там свои музыкальные. Но я никогда не чувствовал то, что я чувствую сегодня. Вот искреннее, настоящее сердце поклонников. Ну нет, правда. И сегодня я стою, поклоняюсь, и я думаю, всё, учли, что я говорил. Вот эти переходы, видимо, репетировали, о чём я говорил. Они прямо внимательно тому, что я говорю, и делают так круто. Я стою, думаю, Господи, спасибо тебе за них. Благослови вас, Господь, вообще. Дальше. Ну правда, мне очень нравится. И я думаю, что, знаешь, можно человеческим взглядом посмотреть, думаешь, что прославление какое-то хуже было, раньше лучше было, а Бог-то и так не смотрит. Поэтому учись смотреть Божьим взглядом. И это круто, когда ты смотришь Божьим взглядом. И когда ты по-человечески смотришь на какие-то ситуации, и проблемы твоей жизни, тебе кажется, всё рушится. А если по Божьим посмотришь, думаешь, Бог, спасибо тебе, ты убираешь всё лишнее. Ну так и есть. Я верю, что у меня был челлендж. Я год смотрел свои проповеди, которые я проповедовал. Больше никого не смотрел, кроме себя. Мне очень нравится смотреть свои проповеди. Я сильно вдохновляюсь от них. И потом какие-то выжимки делал, и целый год я говорил здесь об этом. То есть я пытался возвратить церковь в заводские настройки, туда, где она должна быть, чтобы убрать всё то, что налипло, что то, что неправильно. Ведь Бог на самом деле такое делает постоянно. Он, бывает, трясёт церковь для того, чтобы церковь не уходила в сторону. Потому что вот эта религия, дух религии, который приходит в церковь, когда церковь уже 50 лет, 100 лет, например, если взять поместную церковь, приходит дух религии такой, нет живости какой-то, нет огня. И как вспомнишь, как раньше было, и как сегодня. Сегодня есть здание, сегодня есть деньги, сегодня есть аппаратура. Раньше не было ничего вообще. Раньше была самоиграйка, которая работала через раз, колонки, которые постоянно отказывали, микрофоны, которые вообще не работали, и шнуры постоянно, которые шипели. Но было так круто. Было круто, потому что была атмосфера. И этой атмосферой хотелось бы сегодня, имея вот это всё, принести сюда эту атмосферу, и это будет очень круто. Поэтому старайся быть виденнее. А видение какое у нас, отношение. Я даже скажу, знаешь, вот такой девиз, всё ради отношений. Я вот прогнусь, я извинюсь, даже если я не прав, но я сохраню отношения. Вот так надо. В церкви надо. Если поругался с кем-то, иди быстро мирись. Бегом беги. Не приходи к хвалу, к жертву не приноси, пока ты не помиришься с братом или сестрой. И это круто, когда мы все вместе другую будем покрывать. В церкви должна быть любовь, а любовь прощает множество грехов. И мы с вами все несовершенны. Вот не взять ни одного человека, который был совершенен. Мы разные. И мы часто, бывает, судим других за то, что они грешат не так, как мы. Мы смотрим на других и говорим, это плохой, этот плохой, этот вот такой. Ну как бы ты посмотри на себя. По сути, по сути на себя посмотри, но на себя неохота смотреть, потому что в себе ты видишь. Лучше на кого-то посмотреть, потому что в свете других ты кажешься красавчиком. Но так не должно быть. Ты смотришь на других и покрываешь грехи любовью. Это мой брат. Знаешь, мой брат или сестра не всегда правы, но они всегда остаются моим братом. Всегда вообще, всегда. Что бы ни было, что бы ни случилось, я не отпишусь от них в ВКонтакте, в Телеграме или еще где-то. Я буду там быть. Потому что, и даже если бы я с ним поссорился, это все равно будет мой брат. И все равно, когда надо будет, даже если у меня будут с ним плохие отношения, я приду к нему на помощь. Ну приду просто, потому что это мой брат. Мы семья одна. И это надо понимать. И если мы это будем делать, то мы будем расти духовно. Я пригласил художника. Он приедет, наверное, в этом месяце уже с Кемерово. Мы будем рисовывать церковь. Там вот в предбаннике фальш-окна такие, в виде скрижалей. Сделаем скрижали такие красивые, чтобы были, типа, завет Моисея. Напишем где-нибудь надписи. Там Стас предложил церковь, место для каждого. По-моему, что-то такое вот здесь вот на входе. Напишем, что мы верим, что развивая отношения, мы возрастаем духовно. И исполняем великие поручения Иисуса Христа. Напишем где-нибудь наше видение. Ну, в общем, что-то такое сделаем, чтобы на глазах это все было. И будем двигаться, в общем, в этом. Пожалуйста, прими в этом огромное участие. Если ты в церкви находишься, в котором есть видение, но ты не в этом видении. Ты в этой церкви ничего не получишь никогда. Ты можешь получить только в потоке. Если мы идем вместе в потоке, как один народ, тогда мы получаем. Если ты идешь в другую сторону, как ты можешь сейчас что-то получить? Ничего не можешь получить. Поэтому я предлагаю тебе и приглашаю тебя в видение, которое у нас есть. Отношения. Отношения с Богом, с друг другом, отношения с неверующими. Понятно, что мы все не сможем со всеми построить отношения. Невозможно. Ну, невозможно, потому что людей-то много. Будет еще больше тысяч человек в церкви. Совсем невозможно. Но все-таки, кто есть вокруг тебя, строи отношения. И если где-то конфликт, иди первый. Кто первый мерится, тот сильнее духовно. Вот я тебе точно говорю. Кто первый позвонил, тот сильнее духовно. Кто первый пошел на контакт, тот сильнее духовно. А кто сидит и дуется, губы дуют, щеки дуют, тот, кто еще младенец, Господи. Вот так определяется человек верующего, ну, насколько он духовен, вот именно тем, насколько он готов жертвовать ради отношения. Ради отношения с Богом, друг другом и с внешними. Вот такие, в общем, откровения у меня. Надеюсь, вы меня поддерживаете. Да? Аминь. Правда. Так и есть. Вы просто не смотрите человеческим взглядом вообще ни на что. Пытайтесь посмотреть на Божье. Если что-то происходит в нашей жизни, не задавайте вопрос, за что мне это. Подумай, для чего это. Подумай, потому что всякие ситуации, которые происходят, они не просто так. А на каждой ситуации нас чему-то учит. Чему-то учит. Мы отсюда, даже с негативной какой-то ситуацией мы вносим какой-то опыт, который поможет нам в будущем не совершать каких-то ошибок. Это тоже хорошо. И поэтому, друзья мои, давайте будем верим Господу и доверять Ему. Вы знаешь, вера – это тире доверие. А доверие – это когда, знаете, такая игра есть, когда ты стоишь на табуретку, закрываешь глаза и падаешь вот так вот вниз. А тебя кто-то ловит. И ты веришь, что тебя поймают. Страшно? Пробовал хоть раз так падать? Получалось? А я не смог. Мне реально страшно. А вдруг не поймают? Бабахнешься там. Не смог. Оборачиваешься все равно. Не хватает. Вот примерно вера – это то и значит. Когда ты летишь в самолете, ты ничего не сделаешь. 11 тысяч метров. Высота. Что ты сделаешь? Ничего не сделаешь. Куда самолет летит, туда ты и едешь. Вот, в принципе, с Господом то же самое. Ты сел в этот самолет, полетели друзья, а ты пытаешься выйти из самолета, выпрыгнуть в иллюминатор. Дайте мне парашют, дайте я спрыгну. Я хочу в другую сторону. Не получится. Самолет летит туда, в этом направлении. Расслабься. Он привезет тебя туда, куда надо. Ты сам ничего не сделаешь. Ничего не решишь. И если он начнет падать, ты ничего тоже не сделаешь. Поэтому доверься Господу. Правда же? В самолете, говорят, падающим нет неверующих людей. Все верующие становятся сразу. Ну, это я просто к темам. Итак. Верность. Я буду дальше про верность говорить. У нас тема верности, и в этой молитве на служение пришлось на служение шесть человек. Аллилуйя! Шесть человек. Тема верности. В месяц верности пришли на молитву шесть человек. Но я, правда, тоже не был. Я не смог, потому что я общался с братом с одним. Ну, холодно было, ладно, оправдание тоже. Ну, сегодня смотрю, Любовь Анатольевна бежит, нос красный. У тебя какая-то кресется. На автобусе приехала с Никитинки. Автобусы не ходят. Стояла на остановке. Ноги отморозила. Но пришла в церковь. Аллилуйя! Это верность. Это верность привело ее сюда. А кто-то проснулся с утра, посмотрел на улицу двадцать восемь градусов, и подумал, первый класс же не учится, значит, я тоже в церковь не пойду. Ну, к примеру. Вот все определяется, твоя любовь определяется, ну, говори, я люблю Бога, я люблю церковь, я люблю служение. Вот она определяется твоими действиями. Что ты делаешь для этого? Что ты любишь, для того ты обязательно найдешь время. Всегда. Вот когда человек говорит, у меня нет времени читать Библию, у тебя на другое есть время, получается, ты другое любишь больше. Вот и все. Это очень просто. Поэтому, если ты действительно что-то любишь, ты для этого время найдешь. Обязательно найдешь. Если ты любишь своих детей, ты найдешь для них время. Если ты любишь спать, ты будешь спать, дрыхнуть по двенадцать часов в день. И это тебе нормально, а на другое время не будет хватать, но на это всегда будет, потому что ты это любишь, это в приоритете. Если мы поставим приоритет Господа, то в приоритете будет Господь и все там, в общем, подобное. Итак, сегодня поколение такое. Мы с вами, то поколение, которое живем сегодня, в этом годе, в этом веке, это поколение подписчиков. Сегодня все подписчики. Вы знаете, ты подписался на меня, а ты подписался, а ты там назвал подписан, а ты вот в этом… Есть, и сегодня мы такие подписчики, мы сегодня подписываемся на тех, там, в Ютубе, еще каких-то разных сервисах, что нам интересно. Если нам интересен человек, интересно, что он делает, что он говорит, мы на него подписываемся. Потом нам интерес пропал, мы отписались от него, подписались к другому. И если посмотреть твои подписки, то можно понять, что тебя интересует, правда же, ну, твои подписки. Ну, сестры обычно на детей подписаны, на моду там какую-нибудь, на закупки вот эти вот, да. Это вот тоже важно. Братья там тоже, машины какие-то, да, там, охота, там, рыбалка. Ну, кто что, кому что нравится. А верующий человек, должно на странице у нас быть верующей группы, группы христианские, мы должны видеть. Потому что люди сегодня как оценивают нас. Это сегодня меняется все. Если раньше оценивали тебя по одежке, сегодня оценивают тебя по странице, твои страницы в интернете. Тебе с тобой познакомились, раз уже интересно, ага, как он живет. Вот чик-чик-чик в интернет, в одноклассники. О, вот так вот, вот его фотки, вот его семья, вот то, что он говорит, вот его посты, вот его какие-то там выражения, вот о чем он думает. То есть видно все, что в интернете. И люди в интернет обращаются. Поэтому почистите свои страницы, если вдруг там есть какой-то неприемлемый контент для верующих людей. Пускай она будет страничка, когда заходишь на страничку, сразу будет понятно, что это человек верующий. Это человек верующий. Сегодня такое время. Итак, вот эти подписчики, захотел, отписался, захотел, подписался. И так можно сказать и в церкви также порой бывает, отношения переходят сюда, к церкви. Ты захотел, подписался на церковь, ходишь в церковь. Что-то как бы надоело, отписался от церкви, подписался на другую церковь. И так вот ходишь туда-сюда. Но это как-то есть неправильно, в этом нет верности. Верности нет. И сегодня развод. По статистике, страшная статистика в ЗАГСе. 95% брака заканчивается разводом. 95%! Вы представьте эту цифру. Просто практически каждый брак заканчивается разводом. Это страшно. Где тут верность вообще? Нет верности. Когда мы говорим о том, что, клятву, мы говорим, клянемся, жить с тобой и в радости, и в горе, и в изобилии, и в недостатке. Но я буду с тобой, чтобы не случилось. Я буду верным. И этого сегодня нет. Сегодня так вот. Браку относятся просто как бы. Ну вот поженились, развелись как-то. Ну не понравится, разведешься. Ну что такого-то. Другой, кто понравится, там, женись на другом. Как-то это все так просто вообще. Откуда тут верность будет? Никакой верности нет. Сегодня друзья, дружба. Чтобы иметь друзей, надо быть верным человеком. Потому что все хотят дружить с верным человеком. Правда, ты хочешь дружить с неверным? Тем, который обещает, а не делает. Тем, который... Он сегодня твой друг, завтра твой враг. Ты такой, никто не хочет с таким дружить. Все хотят с верными дружить. И верность в дружбе. Что бы ни было, что бы ни случилось. Какие бы ни происходили в месте испытания, остаться верным дружбе, отношениям. Не предать своего друга, не подставить, там, еще что-то. Какая-то верность человеку. А сегодня тоже... А, я все, прошло время, когда я с ним дружил. Вычеркиваю свою жизнь. Нахожу другого друга, дружу с этим. Вычеркиваю его потом вообще. Что за бред какой-то? И сегодня это учат. Это учат. Это учат психологи. Такие, которые нехорошие психологи. Серые психологи, я их называю. Это учат. Вся политика мира такого учат. Если не нравится, удали. Отрежь. Удали из друзей. Поставь границы. Или еще что-то. И просто живи так. Главное, чтобы тебе было хорошо. Но это неправильно. В этом нет никакой верности. Никакой. И сегодня будем читать одно местописание. Притч, которое говорит о верности. Это Матфея, 25 глава. Там три истории про верность. Одна девы, масло. Другая вот о том, о чем мы будем говорить. Это когда господин дал динарии, дал таланты своим рабам. Об этом мы будем говорить. И заканчивается вот эта притча, о которой я буду говорить. Словами, имеющие уши, да слышат. А я хочу не закончить, а начать этими словами. Имеющие уши, да слышат. Сегодня слушайте, пожалуйста. Слушайте. Вы иногда знаете, когда я проповедую, а потом на группе делаю срез, я понимаю, что люди не услышали основное. Каждый что-то выхватил для себя, какие-то моменты. Но то, что я хотел донести, основную часть, люди не поняли. Я хочу, чтобы вы сегодня поняли, что я хочу сказать. И это очень важно. Сегодня об этих темах очень редко проповедуются. Если мы зайдем в какую-нибудь прогрессирующую церковь, какой-нибудь ультра-новым харизматом, то мы увидим проповеди, которые вдохновляют, которые лозунгами кричат, только еще что-то, что Бог что-то нам дает. И вот такие проповеди. Сегодня проповеди о грехе – это редкость. Сегодня проповеди о верности. То, что мы должны что-то делать – это редкость. Сегодня больше проповеди о том, что что-то должен делать Бог для нас. Вот такие проповеди люди любят слушать. Когда касается того, что я должен сделать, людям становится неинтересно. Но все-таки, если обратиться в Писание, если ты читаешь Писание, ты увидишь, что Бог именно на странице Писания, Он требует, не просто предлагает, ну, пожалуйста, будь верным. Он требует от людей верующих верности. Он требует верности. Почему Иисус говорит, кто имеющий уши, да слышит? Потому что мир, мир, Он знает, что Его ученики живут в мире. Он знает, что мир имеет свою структуру. Он знает, что мир имеет свой голос, который также звучит в противовес тому, что говорит Он. И Он говорит, кто уши имеет, пускай слышит. Если ты слышишь, а потом слушаешь мир, ты не имеешь ушей, можно сказать. Сегодня голос мира, он заглушает голос Бога. Заглушает. Сегодня я здесь говорю одно, проповедники говорят одно, но с экрана в телевизор ты слышишь другое. Причем контента другого в десятки раз больше, чем ты слышишь здесь. Что будет важно? Что для тебя важно? Знаешь, во что поверишь ты? Я песню мы поем. Я буду верить в Слово Господу. Вот как Бог сказал, так я буду верить. Я почему я сегодня не смотрю телевизор вообще? Вообще не смотрю. И новости перестал чесать. Ничего не хочу. Я понимаю, что это зомбоясик конкретный. Что хотят люди, власти, чтобы ты думал? То ты и будешь думать, если ты будешь смотреть телевизор. Сегодня в Украине одно, у нас другое. Показывают тем, и те сейчас патриотизм, дух патриотизма взращивают. Ну как бы я и так патриот, меня не надо взращивать. Я всегда за свою страну. Что бы ни было, если надо будет воевать, пойду. Я пойду воевать. Если надо будет взять автомат, я возьму автомат. Но я вот такой. У меня понимание такое. Я за свою страну. Я патриот. Мне не надо патриотизм взращивать во мне, обвиняя кого-то другого. Показывая, что они плохие, ты хорошие. Вообще мы все люди и все дети божьи. Ну как бы нету плохих и хороших. Просто какие-то люди наверху не договорились в чем-то. Просто. А мы тут сегодня, получается, вот как кушаешь на мясо. И опять же, без обвинения я говорю себя, если надо будет, я пойду. Потому что я за свою страну. За свою страну. Я не читаю, не смотрю телевизор. Даже фильмы перестал смотреть. Потому что сегодня и в фильмах тоже это проскакивает. Какое-то что-то тебя куда-то хотят привезти. Любой фильм, который сегодня снимают, он подоплюк какой-то имеет. Что-то там такое есть, что у тебя, знаешь, как скрыта реклама. Что-то тебя все равно зашоривает. Зашоривает, заставляет смотреть узко. Ты насмотришь из чего-то, и потом ты не можешь широко взглянуть. В общем, я читаю Библию. Я даже перестал читать христианские книги. Какое-то время уже не читаю. Я читаю Библию. Только Библию. Вот. И опасность в том сегодня, что все меньше и меньше в мире и в церкви, к сожалению, верности. Сегодня так просто. Пастор. Да кто такой пастор? Такой же человек. Что его слушать? У меня там свои откровения. Я сам думаю, сам понимаю. Ну, там, что служение? Ну, что это служение? Служение. И сегодня как-то понимаю, я буду делать то, что я хочу. А то, что не хочу, я делать не буду. Вот дайте мне то, что я хочу, то, что я буду делать. Слушай, верность – это когда ты видишь нужду, и что это надо делать. Ты понимаешь, что в церкви есть нужда. И ты хочешь, не хочешь, ты просто это делаешь, потому что это твоя церковь. И ты хочешь эту церковь, чтобы в ней было все хорошо. И ты не то, что... Вот тебе дома нравится убираться, окна мыть тебе нравится? Ну, ты же моешь окна. Ты же никого дома говоришь. Я не буду, окна мне это не нравится. Вот готовить буду, убираться не буду, окна мыть не буду. Ну, и будешь как засранка жить там в доме. Правильно же? Ну, так и здесь тоже в церкви. Это буду, то не буду. Да все надо делать, потому что это наше с вами. Итак, я хочу прочитать длинный текст. Всю притчу прочитаю. От Матфея, 25 глава, 13 стиха. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет сын человеческий. Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призывал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал пять талантов, другому два, иному один, каждого по его силе. И тот сейчас отправился. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит. Господин, пять талантов ты мне дал, вот другие пять талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший два таланта и сказал, «Господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них». Господь его сказал, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший один талант, и сказал, господин, я знаю тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое, господин же сказал ему в ответ, лукавый раб и ленивый. Ты знал, что я жну, где не сеял и собираю, где не рассыпал, посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью, и так возьмите у него талант, дайте имеющую десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет, а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач, скрежет зубов, сказав сию, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Кто имеет уши слышать, да слышит. Это притча, она написана в Библии, и поэтому мы не должны закрывать на это глаза, это актуальные вещи, о которых надо говорить, поэтому мы сегодня разберем эту притчу. Этот разговор, который продолжается в 25 главе, начался еще в 24 главе, там ученики спрашивали его, что им делать в его отсутствии, когда он говорит, что мне надо будет уйти, вы останетесь, они начали спрашивать, что нам делать, когда ты будешь отсутствовать. И он отвечает, вот здесь в 25 главе. Знаешь, написано, что господин, когда собрался уходить, он призвал, то есть он человек, который имеет власть, он призвал своих рабов, он говорит, идите сюда, рабы. Он не говорил там, это подойдите, если можете, как освободитесь, подойдите, он призвал их, и он им поручил, он их не попросил, он их не сказал, он им поручил, то есть он призвал их и дал им поручение конкретное, поручение. И у господина есть власть, у него есть власть, у него есть авторитет, и он с властью это говорит. Вы должны делать то-то, вот тебе пять, вот тебе два, вот тебе один. Причем никто не обиделся из них, написано, что каждому дал по силе. У господина такая власть, которую он готов, он определяет, кому сколько надо. Этому пять, этот сможет, этому два, этому один. Он много не может, но он такой вот человек. Но это не значит, что кто-то хуже или лучше, это значит просто каждому по силам. Кто-то может один, но какой, а кто-то может пять. И поэтому с каждого человека спрос разный. Если у тебя, Бог на тебя смотрит и видит, что ты делаешь много можешь, а ты делаешь что-то, но делаешь мало, ты тоже не дорабатываешь. Ты можешь больше делать, но ты делаешь мало, и вроде как бы для галочки, вроде ты делаешь, но на самом деле у тебя больше талантов, и ты можешь больше делать. И у тебя спрос будет, как если тебе дали пять талантов, а другому один дали. И он один талант просто делает и делает и делает. И тот много вроде делает, но не доделывает. А этот делает на полную катушку, но один. Кто правее, тот, кто делает на полную катушку, один. Тот правее. Итак, поручения. То есть получается, он их поручил. Поручения – это доверие. Ну как бы поручают тому, кому доверяют. Если я, например, уезжаю куда-то, в моё отсутствие, я говорю, Стас, вот эти вещи надо делать, вот это не забыть. Я доверяю человеку. Я знаю, что он ответственный, он очень пунктуальный, он будет это делать. Я ему доверяю. Если я ему кому-то что-то поручаю, значит я доверяю. Я не поручу что-то человеку, который неверный, которому я не доверяю, который я знаю, он может проспать, он может кинуть, он может не приехать или ещё что-то. Зачем я буду важные вещи доверять такому человеку? Я буду доверять тому, кто ответственный. Итак, что мне поручил сегодня Бог? Я думаю, каждому из нас надо на такие вопросы ответить внутри себя. Что конкретно мне Бог поручил? Знаешь, об этом уже сегодня говорили. Он поручил тебе проповедовать Евангелие. Это поручение для всех. Не только для тех, которые имеют дар евангелиста. Для всех верующих людей быть письмом Христовым. Это поручение. Он пришёл, призвал тебя. Когда он тебя призвал, то есть призвал, говорит, брат, сестра, сын, дочь, неважно. Говорит, приди ко мне, я тебя спасаю. Но я тебя спасаю не для тебя. Я спасаю тебя для себя. Для того, чтобы ты шёл и проповедовал Евангелие. Чтобы жизнь твоя отображала жизнь неба. Чтобы ты светил, чтобы ты был светильником. Чтобы ты был человеком, который бы привёл ещё людей. Чтобы ты был ловец человека. Как Иисус назвал одного из апостолов. Ловец человека. И это поручение. Мы не можем это выкинуть. Он не поручил тебе просто, о, красный, я тебя спас. Чтобы ты просто сидел, кайфовал. Чтобы здесь перед тобой ты прессали. Пасхи перед тобой танцевал. Чтобы здесь тебя встречали. А ты просто жил. Кайф вообще Господь призвал. Не для этого призвал. Он призвал тебя для того, чтобы ты кем-то стал. Он призвал тебя для того, чтобы ты те таланты, которые у тебя есть, вложил куда-то и принёс ему с прибылью. Он для этого призвал тебя. Чтобы ты что-то делал. Чтобы твоя жизнь была не пустая жизнь. Чтобы твоя жизнь была продуктивная жизнь. Что поручил Господь? Я думаю, каждый сам себе может ответить. Евангелизация понятна. Бог поручил нам заботиться о церкви. Бог поручил нам молиться за общество, за город, за страну, за землю. Бог поручил нам очень много поручил. И то, что Он поручил, можно очень много в Библии найти. Делаем ли мы это сегодня или нет? А есть индивидуальные поручения. Конкретно Бог поручил тебе реабилитацией заниматься. Пускай не все время, но какой-то период времени. Конкретно Бог поручил тебе детям идти проповедовать. Конкретно Бог поручил тебе к инвалидам идти. В дома престарелых идти. Может быть, у тебя есть такое откровение. Если в сердце что-то было, возможно, это поручение Божие. Бог тебе что-то поручает. А ты просто раз и придумал себе, что показалось, послышалось. А это потому, а это потому. Ну, про потому мы еще дальше будем говорить. И дальше идет испытание. Вот когда Он им раздал таланты, они все как будто на старте. Они в одинаковой позиции. Каждому из них Господь доверил имение. Всем по силам. И сейчас эти рабы стоят вместе и в равных позициях. Но дальше в результате действий каждого из них они разделятся. Их дороги разойдутся. Сейчас посмотрим. Первые два, которым дали пять и два. Два человека. Там написано. Пошел, употребил, приобрел. То есть, он взял эти таланты и пошел, куда-то их вложил и приобрел. Это первые два. Такая была реакция на поручение Господина. А третье, тоже три действия. Написано. Пошел, закопал, скрыл. Пошел, закопал. Разница есть. Пошел, употребил, приобрел. Пошел, закопал, скрыл. Вот в чем разница. Эти дороги потом разошлись. И итог апогей всей этой истории был абсолютно разный. У двух вот этих направлений. Это было действие третьего раба. Они были трагичны для него. Пошел, закопал, скрыл. Друзья, верность, она как любовь. Это глагол. Верность, это тогда, когда ее видно по твоим действиям. Это тогда, когда ты говоришь, делаешь. Это тогда, когда ты обещаешь, исполняешь. Когда ты даешь обеты Господу, ты не медлежишь их исполнить. Это верность. Глагол. Это действие. Их надо, знаешь, верность и вера – однокоренные слова. Вера и верность. Если, в Библии написано, и бесы веры-то трепещут. Ну, как бы можно быть верующим человеком, но иметь внутри себя бесовскую веру. А какая бесовская вера? Бесовская вера – та, которая не имеет действий и не приносит плода. Ты просто верующий. Да, Иисус, да, я верю. Да, да, да. Павел говорит, покажи мне веру твою, а я тебе покажу веру в делах моих. В делах моих. Посмотри, во мне можно видеть, что я верующий человек. Если дел твоих не видно, плодов в твоей жизни нету, то, скорее всего, у тебя бесовская вера. Бесы тоже веруют. Итак, дальше испытание времени. Испытание времени. Написано, по долгом времени. То есть, господин ушел, по долгом времени его не было. Сколько не было, год, два, десять, пятнадцать, не написано. Но долго очень не было его. Время, значит, это самый лучший испытатель всего. Бывают люди такие, как записано, да, одни вдохновляются, что-то делают, потом угасают. Время. Он только уверовал, там год, два, три послужил, потом раз, дулся, спекся, слетел с катушек, ушел из церкви. Он не прошел проверку времени. То есть, мы можем судить по человеку, верный он или неверный, даже не по тому, по-настоящему времени, да, какое он сейчас, а спустя какое-то время, пять, десять лет, если он в одной позиции остается верным, тогда мы можем сказать, что он верным. А если сегодня он там на коне, а завтра он взбегся, ну, как бы это уже неверный человек. Но мы не знаем, что будет завтра. Поэтому говорить сегодня о каждом из нас, верным или неверным, мы тоже не можем, в принципе, потому что мы не видели будущее для друга. Время самое лучшее испытатель всего. Испытывает отношения, испытывает брак, да, вот, любовь такая, мы там поженились, потому что любили друг другу, там, бабочки в животе летали, 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 через год. Сковородки летят, ты крыса, ты козел, и вот все, где-то любовь, нет любовь. Прошла любовь, провел кровь время? Не прошла. Любовь это смиряешься, когда смиряешься с недостатками другого человека, понимаешь, там, проходишь какие-то трудности. Вот это любовь, любовь в действии. Любовь это не когда тебя любят и когда тебе что-то дают, любовь это ты заботишься о другом человеке. И когда люди женятся между собой, я всегда им говорю, ты женишь не для того, чтобы тебе было хорошо, ты женишь для того, чтобы сделать счастливой ее, а ты выходишь замуж, чтобы сделать счастливой его. Вот если такие позиции у каждого, тогда счастливая семья. А мы сегодня женимся, брат женится для того, чтобы у него секс был каждый день, а женщина думает, ну круто, сейчас у меня будет, не знаю, ни о чем думать, он мне будет подарки дарить, шубу покупать. И у каждого свои какие-то мотивы есть для того, чтобы… А мотивы неправильные. Мы женимся и выходим замуж друг для друга, не для себя, в первую очередь. Хорошо. Машину тоже, тоже время испытывать. Вы знаете, почему Toyota, так сказать, самая известная марка? И Toyota Corolla, например, как у меня машина, это самый продаваемый автомобиль в мире, потому что это самый лучший автомобиль, он проверен временем. У него меньше всего ломаются запчасти и больше всего ремонтопригодность. То есть, он работает и служит дольше, чем другие марки. Поэтому я выбрал Toyota Corolla. Вот время испытывает. И тут время испытало рабов. Я часто смотрю, знаешь, фотографии церкви. У нас есть одноклассники, там есть группа, если кто не знает, группа наша официальная. И это я ее начал еще давно, когда был в Зминке, когда еще церкви не было, там со Зминки, мои старые фотографии есть, там очень много фотографий, где-то около 15 тысяч. Весь контент, потом, вот когда я пришел сюда, 10 лет в церкви, все там выложено, все. И я смотрю лица, лица людей. Я понимаю, что многих нет уже, даже в живых многих нет. Они какое-то время Бог использовал, они служили, они, можно сказать, были верные, но время не выдержали проверку. Ушли, отпали, отвалились. Что-то произошло в их жизни, и они пошли, выбрали другую дорогу. Мне очень больно от того, потому что люди, на самом деле, очень хорошие, замечательные. Вот Дима, погадай, слава Богу, вернулся, живой остался, возвращается. Это тот человек тоже, он был очень хорошим служителем. Он служил в детском служении. Я уже сказал там сестрам, давайте брата подтягивайте потом. Он служил в детском, он служил, по-моему, в этом комнате исцеления у нас был. Ну, такой, весь всегда был такой, ну, я, 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 кто куда, но он всегда такой, говорит тихо, такой спокойный. Не женат, не женат. И строитель он, да, это один из плюсов, который я тоже заметил, потому что здесь надо что-то делать, он будет здесь жить, и потихоньку что-то ремонтировать. Вот. Время. Перед этой притчей написана притча по 10 дев. Тоже они пришли, жали жениха, у них масла было, у других не было. Опять жених замедлил, то есть написано, что жених опоздал, что-то замедлил. И те, у кого масла не было, у них кончилось масло, они попросили у этих, говорят, нет, мы не дадим, я сейчас отдай, и сам чем останусь. И поэтому эти пять пошли за маслом, и пока они ходили, пришел жених, те пять, которые масло было, они вошли, а те опоздали, в двери закрылись. Опять не прошли испытания времени, времени. То есть верность, а является верностью только тогда, когда она проходит испытания времени. Мы не можем судить. Вот пришел человек, он такой, вух, такой весь такой, везде, везде, везде. Ну, Библия говорит, что семена, да, посеянные из каменистой почвы, да, что они взошли сначала, и вроде как бы это, но потом суета, заботы заглушили. И такой человек отпал. Сначала загорается, эмоциональные люди обычно такие бывают, у них вспышки эмоций, сначала им хорошо, потом раз приходит апатия, депрессия, и им становится неинтересно. Такое может быть. Но верность, это тогда, когда ты в проблемах, когда у тебя все трудно, ты Бога не слышишь, ты присутствие Бога не ощущаешь, ты вообще думаешь, что все, ты просто в пустыне какой-то смертной находишься, а ты продолжаешь верить. И ты продолжаешь быть верным. Вот это и есть верность. Когда все вокруг тебя давит, ты говоришь, а я буду верным, а я останусь верным, а я все равно пойду, а я все равно буду. Вот это верность, настоящая верность. И такие люди, которые прошли через такие вещи, про них можно сказать, действительно, как кирпичи, которые обожжены в печи. Когда кирпичи обжигают в печке, он становится крепким. У него уже не разрушит ничего, ни зима, ни дождь, ничего, ни влага. Это крепкий, обожженный кирпич. Кирпич, который не прошел обожженный, ну, в печке обжег, да, то есть он не является таким крепким. Он что-то на него надавило, он раз рассыпался. Поэтому трудности в твоей жизни, это хорошо, они тебя закаляют. И они говорят о том, проверку проходишь, верный ты или неверный, останешься ты верным или нет. Или ты просто малейшие трудности в твоей жизни, и ты спекся, сдулся. Ну, как бы, сразу понятно, что ты неверный. Если раньше, например, 50 лет взять назад, еще были облавы на верующих людей у нас в стране, здесь, в Советском Союзе, приходили, прям ловили их. Можно было верующим собираться только на свадьбу или на день рождения. Поэтому, когда приходили милиции, жандармы или кто-то, они всегда было либо день рождения, либо свадьба. Свадьба у кого? А, они уехали уже там или еще что-то. А у вас свадьба? Да когда она у вас два месяца назад была, да, мы до сих пор там празднуем, что-нибудь такое придумывали разные откорячки. Ну, у всех был полтинник. 50 рублей был штраф за собрание. Если тебя поймали на собрание, у тебя было 50 рублей всегда с собой. Зарплата была примерно 100 рублей. То есть, ползарплаты у тебя были готовы, заложены в кармане, если что, вдруг облавы отдать просто и все. Сегодня, если такое было бы, я думаю, на сколько бы церковь передела? Надеюсь, что не на сколько. Итак, мы не знаем, когда Иисус придет. Но написано, что Он придет и потребует отчет. Это будет в любом случае. Мы не знаем, когда, но это будет. Каждый из нас, написано, предстанет перед судилища Христова. Каждый из нас будет судим у престола белого. Каждый из нас будет давать отчет за свою жизнь. Это будет в любом случае. Когда, мы не знаем, но это будет. В Коринфянам 5 глава 10 стих апостол Павел пишет. Ибо всем нам должно явиться перед судилища Христова, чтобы каждому получить соответственность тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Мы говорим сегодня, мы оправдываемся верой. Я верю в Иисуса, я иду на небеса. Подожди. Апостол Павел. Каждый получит соответственно тому, что он делал. Не что он верил, а что он делал. Что его вера, ну, производила его в жизни. Если вера, то вера должна быть видна. Делал ли что-то, получишь соответственно этому. Не делал ничего, соответственно тому. А если ничего не делал, что получишь? Ничего не получишь. Скажут, тебя просто возьмут и скажут, выкиньте его. Возьму внешнюю. Чтобы не было за нами. Шутка. Итак, отчет. Бог спрашивает. Они пришли все трое. Один. Молодец. Второй. Умница. А третий. Ну, что? И тот начинает рассказывать ему длинную историю. Похоже на что-то? Когда ты человека спрашиваешь, ты почему не был в церкви? У него уже готова история оправдательная. Да ты знаешь там то-то, потому-то, да вот это, да вот то. То есть он себя, внутри себя убедил в том, что он, ну, как бы, это нормально, что его не было. Это уважительная причина. Ты смотришь на него, говоришь, я не понимаю, почему ты не был в церкви. Говорит, ты что, не понимаешь? Не понимаю. Не понимаю, реально не понимаю. Знаешь, когда вот я спрашиваю человека, что не был в церкви? Он говорит, проспал. Это крутое вообще. Я вообще, вопросов нету. Бывает, проспал. Но когда ты начинаешь лепить от коряки, это сразу видно. Сразу видно. И вот этот третий от корячки репет. Он начинает рассказывать длинную историю. Помните? Он говорит, да я знаю, что ты там то-то, какой-то, поэтому я испугался, пошел там закопал. И он думает, что его поймет господин. А господин его не понял. Вообще не понял. Вот написано. Матфея 25 глава 24 стиха. Подошел и получивший один талант. И сказал, господин, я знал тебя, что ты же человек жестокий. Жнешь, где не сеял. Собираешь, где не рассыпал. И убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое. Так обычно все и делают. Тысячу от коряк. Тысячу почему? Ну, господин этого не понимает. Вот написано, он ничего не понял. Он не вошел в положение. Не вошел. Представь, господин, он бы сказал, добрый господин. Да, ну понятно. Ну, ладно, ничего страшного. Он так не сказал. Положение не вошел. Интересно, что написано, что он знал. То есть написано, господин, я знал тебя, что ты человек жестокий. Он знал. Прикинь, он знал все. И все равно сделал так. Он знал все. Вот хуже всего тому, кто знает, а все равно не делает. Вот хуже всего. И этот был таким человеком. Встречали вы людей, которые все знают всегда? Что бы ты ему ни сказал, он говорит, да я знаю. Да я знаю. Ты говоришь, брат, да я знаю. Ты все знаешь, что-то ничего не делаешь. Есть такие люди, есть такие. Полно таких. Тем более здесь, кто уже давно в церкви. Да вы все знаете. Все знаете. Чему вас учить-то? Нечему учить. Я просто стою здесь, чтобы вы думали, размышляли об этом. Чтобы что-то у вас внутри было. Так-то вы все сами знаете. Но совесть такая вот гадина. Она приходит и все обманывает тебя. Пытается тебе так подвести, чтобы тебе ничего не делать. И чтобы ты в дамках был. Это всегда так, знаешь. Чтобы все было и ничего за это не было. Это русская такая. У нас душа. Менталитет такой. Даже тост есть такой. Давайте выпьем за то, чтобы у нас все было и ничего за это не было. Вот в принципе вот так и есть. Этот убоявшись написано. Скрыл. Убоявшись, прыл. То есть ему страшно было. И он скрыл. Он думал, я вдруг сейчас вложусь и не получится. И я один потеряю. Вообще без ничего приду. Говорит, дай-ка я один закопаю. Хотя бы то, что было, принесу. Возможно пролезет. Не пролезло. Ну не пролезло. Скрыл в земле. Скрыл в земле. И вопрос. Чем он вообще занимался, пока господина не было? Если те приносили плод, умножали те таланты, которые им дал, то этот чем занимался? Он сразу же схватил его, пошел, закопал. И что он там делал? Что хотел, то делал. Просто балдел. Хочу, пошел в церковь. Хочу, не пошел. Хочу, там вот это делаю. Хочу, не это делаю. Живу, как хочу. Так, как сегодня учит мир. Обратите внимание. Сегодня мир так учит. Живи, как хочешь. Главное, чтобы тебе было хорошо. Вот он так и жил. Чем закончилась его жизнь? Дальше мы почитаем про это. И дальше господин выносит вердит. Вы, если смотрели судебные процессы, ну вот американские в основном. Есть там фильм «Адвокат дьявола». Кто-то смотрел там, интересный очень такой. Да. И там у них присяжные сидят. Адвокаты выбирают присяжных. Выбирают. И там, например, 12 человек сидит присяжных. И вот две конфликтующие стороны. И они говорят свое оправдание или свою правоту. Там какие-то вещи. Это все анализируют, смотрят. Тяжба продолжается. Там несколько дней, там месяцев или даже лет бывает. И потом, когда это все все рассказали, присяжные удаляются для того, чтобы... В общем, вердикт. Вердит. Да, чтобы... И вот уже все в ожидании. Что же будет? То есть, на основании того, что они слышали, эти стороны, доказательств, фактов каких-то предоставленных, они принимают какое-то решение, выносят вердикт. И это всегда такое время волнительное для этих сторон. Кого посадят? Того или того вообще? И на сколько посадят? И все ожидают, что их не посадят. А потом, когда выходят, говорят, объявляются виновным. И все, после этого слова ты понимаешь, все, ты виновен. Ты еще надеялся, что там что-то, что тебя поймут, твои там чувства. Никто тебя не поймет. Как делал ты его, поэтому будут тебя судить. Вердит вынесен. И после того, как вердит вынесен, определяется мера наказания. После вот этого уже, когда вердит вынесен, на основании того вердикта определяется мера наказания. К двоим было. Хорошо, добрый и верный раб. Войди, братец, господин. Я думаю, каждый из нас хотел бы услышать эти слова. Вот если ты верующий, ты должен верить, что так и будет. Потому что так написано. Ты придешь и услышишь либо одно, либо другое. Третьего не будет. Отделю, говорит овец, и от козлов. Овец под правую руку, козлов по левую. Отделю. Все, не будет третий, который, ну, авось, если бы да кабыли. Такого не будет. Все, конкретно, белый или черный. Так и будет. Где-то окажешься. Либо ты услышишь, войди в радость господина своего, либо ты услышишь, выбрось его туда, где плохо. Все. Два ты услышишь. Либо то, либо то. А третий ленивый, лукавый раб. Какие ленивые, лукавые. Так-то он что сделал? Что он ленился, что ли? Он пошел, закопал просто. А господин ему говорит, ты сделал это из-за лени. Тебе не хотелось ничего делать просто. Ты просто хотел жить так, как ты хочешь. Ты просто ленивый. Ты не хотел ничего делать. Потому что это облом. Какое-то служение. Это же не свобода. Это надо что-то делать. Это надо перед кем-то смиряться. Пастор еще постоянно говорит. Тут по тысяче обязали собрать. Вообще, я был бы не служитель, но не обязали бы. А так служители бы по тысячу собрали за коммуналку. Ну, пример. Каблон такой вообще. Зачем мне это служение нужно? Ну, пожалуйста. Нужно, не нужно. Но в Библии написано, чем может это все закончится. День отчета будет страшным для многих людей. И для многих людей, которые находятся в церкви. Это страшный день. Судный день. Судный. Кому-то ради радость господина своего. Интересно, что еще. Войди, да? То есть, получается, человек не лишен свободы. Ему говорят, войди. То есть, своими ногами. Правда, господина своего. А тому говорят, бросьте его. То есть, он его лишает всякой возможности идти или еще что-то. Его лишают всякой воли. Его просто говорят, схватили и бросили. Тому говорят, войди, а этого бросьте. Представьте, тоже такая разница. У всех были одинаковые шансы. Мы, когда рождаемся с вами на свет, у нас у всех одинаковые шансы. Мы, когда приходим с вами в церковь, спасаемся, Бог нас спасает. Мы рождаемся свыше. У нас у всех одинаковые шансы. Всех. У каждого свой талант. Кто-то один, там, хорошо. Кто-то десять. Тоже надо. И спрос будет со всех разный. Итог один. То есть, два итога, может быть. Либо то, либо то. Итак, кто имеет уши, дослышит. И это, конечно, послание такое, знаешь, оно маленькое... Я верю, что оно маленько взбодрит. Но я так, бывает, смотрю на пустые глаза, которые смотрят на меня. И говорят, когда закончится, когда уже пойдем, поедим. Думаю, ё-моё. Ну, правда. Но все-таки, имеющие уши, дослышат. Когда я приходил 17 лет назад, первый раз пришел в церковь. И потом было после основного служения собрания тех, кто хотел поехать на реабилитацию. Нас там сидело человек 15 с мамочками. Я был в наркотическом опьянении. И я зависал. Сидел. И когда Женя Чернышов что-то рассказывал про центр, про Бога, мама мне все пихала в бочину. Типа, слушай. И помню Женины слова. Я слышу, зависаю, сам слышу. Он говорит, ничего-ничего написано, имеющий уши, дослышит. Что же есть у него, слышит он. Я на самом деле все слышу. Поэтому я думаю, даже я, видя свой пустой взгляд, я верю, что ты все заслышишь. Я когда-то приходил, много таких ситуаций было, когда приходил, кому-то рассказывал про реабилитацию. Вот, например, Илья Сушков, да, они уехали сейчас. Но когда-то, лет, наверное, 12 или больше назад, меня пригласили к нему домой. Я прихожу, лежит человек на кровати, худой, как глист. На меня просто один взгляд бросил и отвернулся к стенке. И я, говорит, не хочу с тобой разговаривать. Я говорю, я не хочу с тобой разговаривать, тоже. Я просто тебе расскажу и уйду. Вот я спине его рассказал все и ушел. Через год он приехал. Он говорит, я весь этот год помню, что ты говорил. Он видимо показывает, что он ничего не слышит, а на самом деле слышит. Потому что у кого есть уши, тот слышит. Я надеюсь, что у тебя они есть. Так благословляю тебя. Пускай ты услышишь слова. Добрый и верный раб. Войди в радость господина своего. Его. Аминь. У нас сегодня еще будет суп, да? Сам сварили. Так что давайте покушаем вместе. Помолимся. Отец Небесный, мы славим имя Твое Святое. Благодарно Тебе. Прошу Тебя, Господи, садил и нас верными для Себя. Чтобы мы, Господи, не для Себя жили, но для Тебя. Чтобы мы исполняли Твою волю, каждый на что способен, каждому что дано. Во имя Иисуса Христа, да нам оказаться этими рабами, которые придут и будут верными. Которому Ты скажешь, вводи в радость господина моего. Пускай, Господь, всякий дух, который сегодня есть, своеволие, дух свободы, мнимый, пускай он просто удалится и пускай мы будем понимать свою зависимость от Тебя. Господь, если бы не Ты, что бы было? Если бы не Ты, где бы я был сегодня? Прошу Тебя, благослови нас и научи нас быть верными во имя Иисуса Христа. Благослови нужды Церкви Твоей, благослови людей, которым пишут этот журнал. И нас благословим на этой неделе во имя Иисуса. И мы, одна Церковь, одна семья, на всяком месте мы письмо Христа.